Что вы видите, мы тектируем голову в 45 градусов под углом к свету. Чуть-чуть выше, чуть-чуть, еще больше можно, давай сюда поближе чуть, чтобы прямо под ручку, ага, вот сюда. Давай, смотри. Угу, все, супер. Понравилось? Угу. Для чего мы укачиваем? Малыш, когда просыпается, ему что-то беспокоит. Ее долго не трогали там или еще что-то. Ее начинает это беспокоить, и когда чуть-чуть головой вы ее там, ну, подукачаете, она отвлекается от того, что мы ее там трясем. Ой, от того, что ей там стало некомфортно или мы ее слишком много трогаем. Малыш, теперь темно стало. Ты откладываешь вот эту шторочку? Угу. Потом, смотрите, бывает так, что малышка легла, и вот у нее голова вот сюда. Я, смотрите, что делаю. Я поднимаю чуть вверх и перекладываю все. То есть не вот так, чтобы она была, а вот так. Вот это будет гораздо красивее смотреться, чем она вот так ляжет. Видите? Вот я подняла и положила вот так. Ну, очень часто бывают особенности малышей с вяза с открытыми ротиками. У меня было, что язык постоянно высовывали. То есть я это не трогаю. Ну, если это особенность малышки, то пусть будет. Все. Так, в кельвинах поставьте где-то. Никон ставит 7 тысяч, Кэнон ставит 8 тысяч. 8, да. Кэнон ставит. Кто-то снимает на Кэнон 8 тысяч, на Никон ставим 7 140 что-то там вот такая какая-то. 7 140, да? Я уже запомнила, кстати. А, солнце. Все. Смотрите, девочки, что я сейчас делаю. Все видят? На что я обращаю внимание? Видите мой блик сразу на носике? Вот он, блик, на который я смотрю. Вот он. Вот у меня свет, вот у меня тень, вот у меня свет, тень, потом опять тень. Вот она идет, да, по щечкам. Вот у меня прям видно вот эту бабочку под носом. Все. У меня картинка объемная. Да, у меня много здесь света. То есть если бы у меня была возможность, я подняла бы ближе к источнику света, но это очень сложно будет снимать. Мы со стола всегда снимали, очень некомфортно. Но если вы пришли снимать там к родителям куда-то, то вот это будет, ну, в квартирных условиях вы снимаете. Этот цвет будет правильный, красивый. Если бы я сейчас снимала на уровне окна, скорее всего, я повернула чуть-чуть даже вот так, если подушка была здесь. Но так как я опустила, у меня, видите, я отодвинула, у меня свет стал мягче и более такой вот, ну, как бы заполняющим на лице. Я хочу его сделать более объемным. Я чуть-чуть отвернула от источника света, чтобы у меня появился вот этот объем в лице. Видите разницу? Иса, Иса моя рабочая 400, диафрагма будет 2,2, и выдержку я сейчас скажу. Сейчас, девчонки. Сейчас я, я сейчас сниму один, но не надо. Вот так, знаешь, как держать надо будет? Вот здесь? А Юля где? Оля, здесь. Вот здесь. И вот здесь надо будет выше, и вот здесь выше. Сейчас мы Улю еще туда посадим назад. Потому что нужно будет втроем держать. Если у нас был бы держатель, видишь, она будет вот здесь вот так держать. Видишь, вот такие края будут. Вот, ямки. Объем. Да, вообще, такие вот огонь, огонь. Видишь, это снижение, а это черное. Где? Не мешает она? Нет, нет. Сейчас я... Выдержка одна тысячная, Иса 400. Диафрагма 2,2. Выдержка одна тысячная, Иса 400. В кельвинах у меня даже стоит... В кельвинах у меня 66-70, стоит на Nikon, Canon можете поставить 7000 спокойно, 7, может быть, 200. То есть, когда мы снимаем, получается, с попы малыша. Значит, какой наш оптимальный вариант съемки? То есть, наше положение по отношению к модели. Это там, где наше FP, FP я буду называть фиксировочная плоскость, потому что длинное слово, мы сокращаем FP. Где наше FP в резкости будут и глаза, и носик, и ротик, и ручка. То есть, вот, видите, наш угол съемки? И плюс, смотрите, если я сейчас сниму, я пока ручку не поправляю, но просто покажу тоже неправильный угол. Вот, посмотрите сейчас вот этот. Пришел к вам? Почему этот угол тоже неправильный? Потому что если я фокусируюсь на глазке, у меня вот эта часть, одеяло, которое впереди, она будет размыта. Плюс, у меня будет кадр делиться ровно на три части. То есть, одеяло, малыш и еще одно одеяло. То есть, у меня нет динамики в кадре. Как добиться динамики? Я поворачиваю камеру немного вбок, то есть, немного в сторону источника света. Плюс, мне нужно ручку, носик, глазик, все вывести в одну FP. Где она у меня? Она у меня не так проходит. То, что вы видели, да, что получилось? Она у меня проходит чуть-чуть вот так. Смотрите, видите, камеру я буду поворачивать в сторону источника света и чуть-чуть в этой плоскости. Потому что камера у нас вращается не только вот так. То есть, мы кадрируем и вот так, и вот так, и вот так. Поэтому, когда вы мне скажете, что у меня не умещается, это говорит о том, что нужно подойти ближе, дальше, или сместиться вправо, или влево, или повернуть камеру, изменить ее наклон. Сейчас я поправлю ручку. Теперь смотрите, вот он наш правильный угол съемки. Здесь чуть-чуть прям вот. А, здесь не надо, кстати. Здесь мы только портрет снимаем, тебе только нужно поднять, выше чуть-чуть. Так, сейчас темно у нас, сейчас диафрагма изменится, потому что солнце ушло. Так, сейчас диафрагм посмотрю. Все, правильно? Теперь у меня 2,2, 640. 2,2, 640. Все получили кадр последний? Все, вот этот? Вот он, видите? Все, его можно в интернет прям выставлять. Вот этот правильный наш угол съемки.